МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте! В студии Алина Ваучейская. И вот о чём расскажем сегодня. Попался с поличным. В Ненецком округе задержали руководителя подразделения коммерческой организации. В момент получения коммерческого подкупа возбуждено уголовное дело. Какую меру пресечения избрали подозреваемому? В нашем эфире кадры из зала суда. Новая школа в микрорайоне авиаторов, ясли сад в Кармановке и лесозаводской мост. Власти проинспектировали крупные социально значимые стройки окружной столицы. В масштабный рейд отправилась и наша съёмочная группа. Нарьинмарская метеостанция отмечает день рождения. Почему в небо над Нарьинмаром каждый день запускают специальные шары? И ждёт ли нас глобальное потепление? Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Руководителю подразделения коммерческой организации, которого ранее задержали при получении коммерческого подкупа, избрали меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу. По версии следствия, в текущем году подозреваемый предложил предпринимателю оказать содействие в заключении договора субподряда на выполнение работ по капитальному ремонту системы электрообогрева на общую сумму более 13 миллионов рублей за часть предполагаемой прибыли. После выполнения необходимых работ подозреваемый потребовал передать ему 50% от суммы контракта в качестве коммерческого подкупа, угрожая в случае отказа создать препятствие в приёме качества выполненных работ. Предприниматель был вынужден согласиться на передачу 1 миллиона 100 тысяч рублей, после чего подозреваемый стал требовать передачи ему ещё 2 миллиона в качестве вознаграждения за оказанное содействие в заключении и приёмке контракта. Действия подозреваемого при получении второй части коммерческого подкупа пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России по Архангельской области. В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался. Следственным комитетом России по Архангельской области и Ненецкому округу возбуждено уголовное дело под части 8.204 статьи Уголовного кодекса России «Получение коммерческого подкупа в особо крупном размере». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Проведены обыски, изъята необходимая документация и денежные средства в размере 1 миллион 100 тысяч рублей. И теперь к другим темам. В регионе продолжается подготовка к предстоящей зиме. Так, например, готовность объектов Нарьинмарской электростанции составляет уже 55%. Об этом сообщили в Департаменте строительства, ЖКХА, энергетики и транспорта Ненецкого округа. В ведомстве пояснили, что в эти дни специалисты предприятия ведут работы по подготовке объектов генерации и передаче электроэнергии на территории Нарьинмара, Искателей, Красного и Тельвиске. В целом, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнено более половины работ. Завершено обслуживание тепловых сетей, продолжаются профилактические и ремонтные работы на электросетях, трансформаторных подстанциях и линиях электропередач. В планах завершить ремонт газотурбинного двигателя. Напомним, Нарьинмарская электростанция – единственный источник электроснабжения окружной столицы, а также поселка Искателей и Тельвиске. Общая протяженность электросетей предприятия составляет более 350 километров. На обслуживании находятся 111 трансформаторных подстанций. Добавлю также, что окружные ресурсоснабжающие предприятия должны подтвердить свою готовность к осенне-зимнему периоду до 1 ноября. В масштабный рейд по стройкам столицы Заполярье отправились на этих выходных представители профильного окружного департамента во главе с вице-губернатором Александром Лидером. Проверяющие оценили ход работ на социально значимых объектах Нарьинмара. Подробнее в следующем материале. Масштабный рейд по стройкам начали с объекта в микрорайоне Кармановка. Здесь возводят ясли-сад на 60 мест. Новый дом для малышей должны сдать в ноябре 2020-го. В дошкольном учреждении будет 4 группы со спальнями, наполняемостью 15 человек каждая. Ясли-сад будет оснащен собственным пищеблоком, прачечной, кабинетами медика, логопеда и психолога, музыкальным и физкультурными залами. Артем Садович, мы в графике идем? Пока в графике, да, материалы подходят, с учетом того, что если доставка будет вовремя, как заявляет пролетчик, то да, мы успеваем. Если не будет нарушения сроков поставки материала. Сейчас попрошу еще самый главный вопрос забыть, он короткий, значит, благостроительной работы. Пантин Викторович, и вам, значит, с городом отработайте поручение Александра Витальевича по благоустройству и прилегающей территории, чтобы, когда мы сдавали детский сад, у нас в комплексе в следующем году уже было и прилегающей территории тоже было устроено. Следующая точка в маршруте проверяющих – новая школа в микрорайоне авиаторов. Здесь практически завершена облицовка здания. Готовы к чистовой отделке кафелем первой и второй корпуса образовательного учреждения. В третьем и четвертом завершены мокрые процессы. Основные работы по отделке корпусов планируют начать после завершения благоустройства территории. У нас первая задача стоит сейчас до, как говорится, до похолодания сделать благоустройство, чтобы уйти с уличных работ и заниматься уже внутренними помещениями, где будет тепло. То есть холода нам, как говорится, не помеха. Сейчас есть маленькие отставания, но я думаю, что за счет количества людей и поставки материала, думаю, мы наверстаем. То есть мы думаем, ну, не думаем, а планируем все-таки сдать ее вовремя. Осмотрев школу, проверяющие отправляются на соседний объект – десятисекционную семиэтажку по улице Сущинского. Полный ввод строения в эксплуатацию затягивается уже на протяжении года. Готова лишь половина дома. Еще пять секций должны сдать в срок до 15 ноября. Сейчас на объекте ведутся штукатурные работы. В них задействованы порядка 80 человек. Впрочем, вице-губернатора Александра Лидера не устроили темпы возведения жилого строения. Как пояснил подрядчик, сдать объект планируют в установленные сроки. Штукатурные работы, разводка электрики, вентиляционные работы, стяжка полов, то есть мокрые работы. После мокрых работ, когда штукатурные станции вывеземы из территории, можно будет заниматься благоустройством, готовить параллельно. Помимо строек, вице-губернатор проверил ход работ на дорогах, где ведется реконструкция в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это транспортная артерия до поселка Красное, участки автомобильных трасс в районе улицы Дружбы и от угольной до монтажников. Кроме того, делегация побывала и на месте возведения временного сооружения в районе Лесозаводского моста. Там строители приступили к обустройству дамбы под конструкцию для объезда. Как отметил подрядчик, работы осложняются климатическими особенностями местного водоема. Проблема на сегодняшний день – уровень воды, который плавает, по всем данным, по идее, уже должен прийти в межный уровень вод, но на сегодняшний день этого не происходит. Соответственно, приходится дополнительно работать по устройству укрепления насыпи, подошвы насыпи, мешками с песком. Тем не менее, опасений по поводу срыва сроков нет. Материалы под обустройство сва и моста завезены. Также частично выполнены работы по устройству кабельных коммуникаций. К октябрю этого года строители планируют сдать объект. Алина Волчейская, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Семь уголовных дел возбуждено по материалам прокурорских проверок. 190 исков направлено в суды для восстановления прав граждан. Всего более полутора тысяч нарушений выявлено прокуратурой округа в сфере исполнения федерального законодательства. Такие данные были озвучены на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства под председательством Николая Егорова. Как отметил Николай Егоров, в первом полугодии деятельность прокуратуры была направлена на укрепление законности и правопорядка, противодействие преступности и защиту прав граждан, в частности, касающихся исполнения трудового законодательства. Так, за первое полугодие, благодаря мерам прокурорского реагирования, удалось погасить задолженность по заработной плате на общую сумму более 30 миллионов рублей перед 250 гражданами. Несмотря на принимаемые меры, до настоящего времени непогасшенно остается задолженность по заработной плате в обществе с ограниченной ответственностью в строймонтажке Мангачура. Это 17 миллионов рублей. Возникла новая организация в первом полугодии с задолженностью акционерного общества «Арт. нефть», работающая на острове Калкурс, задолженность по заработной плате, переходящая из месяца в месяц, на сегодняшний день более 19 миллионов рублей. И к работе на данном направлении прокуратуры в облако включены органы государственной власти. Что касается соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, здесь выявлено 222 нарушения закона, в целях устранения которых внесено 88 актов прокурорского реагирования. В результате исковой работы прокуратуры округа защищены жилищные права пяти детей-сирот, которым предоставлены благоустроенные квартиры. При этом на сегодняшний день не реализовано право на предоставление жилого помещения у 116 детей-сирот. В целом количество обращений, рассмотренных в прокуратуре округа, выросло на 19% и составило 633. Из них больше половины разрешено, удовлетворено 116. По итогам совещания были приняты конкретные решения задач по укреплению законности и правопорядка, устранение недостатков в организации прокурорского надзора и повышение его эффективности. И в предложение темы прокуратура Ненецкого округа провела проверку палаточного волонтерского лагеря «Пустозерцк-2019» на территории, где когда-то стоял первый русский город в Арктике. В проверке участвовали также сотрудники главного управления МЧС и управления МВД России по Ненецкому округу. Как сообщает Пресс-служба окружной прокуратуры, нарушение законодательства не выявлено. Палаточные волонтерские лагеря работают в Пустозерске с 1997 года по инициативе Комитета по делам молодежи администрации региона, Пустозерского комплексного историко-природного музея и окружного комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов. В текущем году волонтерами музея-заповедника в основном являются совершеннолетние студенты, люди, увлекающиеся историей и краеведением. Напомним, в июле в Хабаровском крае произошла страшная трагедия. Сгорел детский палаточный лагерь. По уточненным данным, в результате пожара погибло четверо детей. В лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. По данным МЧС, всего на территории лагеря было 26 палаток, 20 из которых полностью сгорели. Площадь пожара составила 240 квадратных метров. Уголовное дело по факту гибели детей передано в производство следователей Центрального аппарата ведомства, сообщили в Следственном комитете России. Ну а накануне в музее-заповеднике Пустозерск открыли и осветили приведенный в порядок памятный знак на предполагаемом месте сожжения протопопа авакума. В рамках волонтерского проекта «Авакумовый пенышки» было заменено основание памятника, сам знак был очищен от лишайника и пропитан специальным составом. Работы были проведены благодаря победе музея-заповедника в конкурсе социальных и культурных проектов «Пауа Лукоэл». Подробности в материале Александры Литковой. Памятник на предполагаемом месте сожжения мучеников протопопа авакума и его сподвижников был установлен в сентябре 1989 года и представляет из себя сруб, из центра которого выходят два параллельных столба, символизирующие старообрядческое двуперстное крестное знамение. Венчает памятник двухскатная крыша. В верхней части между столбами колокол. В этом году памятнику исполнилось 30 лет. Он уже все равно пришел, так скажем, уже так поизносился, уже кое-какие конструкции подгнили. И вот мы решили его обновить. Дело в том, что на будущий год мы отмечаем 400 лет со дня рождения протопопа авакума. Вот этой знаменательной дате мы хотели, конечно, памятник прибрать. И в рамках этого проекта мы заменили сруб полностью, изготовили новую табличку, ну и вот, как сказать, верхнюю часть памятника очистили от лишайника, все пропитали, все почистили. И вот он теперь в таком обновленном виде. Все работы были проведены за счет гранта Паулу Койл, который выиграл музей-заповедник Пустозерск. После обновления памятный знак был освещен настоятелем поморской старообрядческой общины. Стоит отметить, музей-заповедник Пустозерск становится победителем социальных и культурных проектов Паулу Койл уже не в первый раз. Их проекты привлекают. Почему они становятся победителями? Наверное, потому что проекты их, они все-таки полезны с точки зрения исторической, культурной. Интересны эти проекты, мне кажется, для всего региона, поэтому их поддерживает департамент образования, культуры и спорта. Кроме того, в рамках проекта скульптор Николай Вылка попытается использовать части бывшего срубопамятника для создания арт-скамеек на маршруте Большая Пустозерская тропа. Результат все желающие смогут увидеть 14 сентября. Также будет продолжена и сетевая часть проекта. Это рассказы о легендах, которые появились в связи с пребыванием идеолога старообрядчества в Пустозерске. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Какой измерительный прибор висит на женском волоске, а какой прожигает свою жизнь на солнце? Почему в небо над Нарьинмаром каждый день запускают специальные шары и ждет ли нас глобальное потепление? Ответы на эти вопросы сегодня искала наш корреспондент Любовь Пермякова. И вот ее репортаж. С помощью волоса женского, не крашеного, натурального, который растягивается под действием влаги, и вот, значит, ходит вот эта вот стрелочка. То есть вот здесь вот находится женский натуральный волос. А у кого волосы выдергиваете? У вас сотрудники общились? Нет, это волос не от сотрудников. Это волос, на самом деле, специальные, то есть службы, специальные предприятия занимаются изготовлением таких приборов метеорологических. Они очень дорогостоящие. И у нас прямо присылают такие коробочки, и там очень много женских волос. Начальник гидрометеостанции Нарьинмара Людмила Севастьянова показывает нам гигрометр. Это прибор, который измеряет влажность и температуру воздуха. Вообще на площадке метеостанции находятся более десяти различных аппаратов. Напочвенные термометры, будки, осадкометры, гелиографы. Гелиограф, гелиограф универсальный, иначе еще называется он. Значит, он пишет, если это можно так сказать, солнечное сияние. С помощью вот этого шара он прожигает ленту гелиографа, которая очень плотная, как картонка. И когда мы снимаем эту ленту гелиографа, мы можем проследить то количество часов или минут, которое было солнцем. Данные из приборов снимают каждый день в любую погоду. Холод, мороз, дождь. Но сотрудников метеослужбы капризами природы не напугаешь. Свою профессию они любят. Некоторые на станции работают десятилетиями. Есть и молодые кадры. Одна из них Жанна Зуева. 21-летняя девушка трудится в отделе агрометнаблюдений. Я еще совмещаю немножко океанологию. Я занимаюсь еще дополнительно некоторыми постами, такими как Наргенмар, Рандик и Осколково. Я сейчас больше вникла в это. Я побывала самим гидрометнаблюдателем, который находится непосредственно на этом посту. Нужно замерять воду, уровень воды. Также мы выезжали на расход воды. Нравится твоя работа? Да, очень. А почему? Не знаю. Как-то мое, как будто бы просто... Как будто меня просто здесь не хватало, и все. Наблюдая за всеми изменениями в природе, более 20 работников метеостанции. Кроме гидрологов и метеорологов, есть аэрологи, которые считают свою профессию самой романтичной на Земле. Именно они каждый день в одно и то же время вместе с другими коллегами из разных уголков планеты одномоментно запускают в небо специальные шары. Точнее, метеозонды. Метеозонд – устройство для измерения различных параметров атмосферы, давления, температуры, влажности. Зонд выпускает каждые 12 часов. Получается последовательное отслеживание изменений погоды. Равные интервалы измерений и дают синоптикам возможность делать прогнозы. Кстати, в апреле аэрологами был запущен юбилейный шар. Ведь весной гидрометеорологической службе России исполнилось 185 лет. Совсем скоро метеостанция Наринмара тоже отметит день рождения. 93 года со дня ее образования. Кстати, первые наблюдения за природой в Ниньском округе начались в устье реки Печоры еще в июне 1901 года. Но это были лишь пробные исследования. В 1926 году станция начала работать в непрерывном режиме. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, телеканал «Север». И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.